Я надеюсь, что дам исчерпывающие ответы на все вопросы, с которыми вы могли сюда сегодня прийти. Прежде всего, меня интересует, пожалуйста, чтобы вы подняли руки сейчас к тем, кто впервые присутствует на нашей презентации. В основном все, да? И вы впервые. Хорошо, в основном все. И теперь тогда так, поднимите руки, кто мало того, что присутствует впервые, кто в данный момент даже не совсем понимает, куда он пришел. Есть один. Хорошо. Опять же, я надеюсь, что дам за время этой презентации все ответы на вопросы, с которыми вы сюда пришли. Но все же, давайте ограничимся с вами по регламенту. Смотрите, наша презентация займет примерно час, может быть полтора часа времени, в зависимости от количества вопросов, которые у вас будут появляться. Это раз. Два. У меня есть просьба всех присутствующих поставить телефон на беззвучный режим. Есть, да? Ну и последнее. Смотрите, если у вас появляются какие-то вопросы, у нас будет специально отведенная рубрика для этого вопрос-ответ, когда, если вы можете его придержать и он терпит, то сможете его задать именно тогда. Если же у вас появляется какой-то безотлагательный вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, я обязательно среагирую на этот жест. Есть, все готовы? В 1995 году, то есть практически 25 лет назад, с открытия ювелирного магазина под брендом Шарм в городе Ладыжи. Ладыжи это небольшой город в Венецкой области, и я хочу, чтобы вы понимали, мы с вами говорим о 90-х, о начале 90-х, да? И мы не испытывали никакой конференции ни в Ладыжине, ни в городах соседних, поэтому мы развивались довольно стремительно. Так что в 99-м мы открыли собственное производство. И сначала это был небольшой штат ювелиров, 20 человек, но мы росли, и в 2008 году был наш пик. В 2008 году у нас было 15 открытых офлайновых магазинов на территории Украины, и производство насчитывало более чем 150 человек. Но, как знаете, в 2008 году весь мир испытал кризис, да, и это был первый мир, мой кризис. Это крах фондовой биржи в США, и, соответственно, у людей начала падать покупательская способность. Я хочу, чтобы все понимали, мы сегодня с вами будем говорить о ювелирных изделиях, да, о золоте и серебре. И также все должны понимать, что ювелирные изделия являются продуктом неликвидным. Да, иными словами, это не продукт первой необходимости, это не продукт массового употребления, это не молоко, это не хлеб. То, зачем мы с вами будем идти в магазин всегда, какая бы экономическая ситуация ни была бы вокруг. Соответственно, люди стали реже ходить в магазин, покупать ювелирные изделия только в случае крайней необходимости, и перестали это делать так, как делали раньше. Мы заметили эту тенденцию в восьмом году, но мы решили ничего не менять, оставить все как есть и посмотреть, как все будет работать дальше. Ну что ж, дальше наступил 2014 год, да, и всем известные события, и это был кризис номер два. Правда, в этом случае уже более внутренний, и на момент 2014 года стало понятно, что ничего не менять нельзя. Это стало понятно по очевидным причинам, потому что из 15 открытых магазинов в восьмом году, в 2014 у нас осталось 4 магазина. 11 магазинов пришлось закрыть. И, собственно, у нас было два пути, по какому из них пойти. Первый путь самый простой, знаете, проще всего опустить руки. И действительно, первый путь был, это перестать заниматься этим бизнесом, поскольку кроме самого кризиса появилось множество конкурентов. И, в общем-то, был путь номер два. Чтобы объяснить вам путь номер два, мне нужно сделать краткое отступление. Кто увлекается восточными языками, например, китайским языком, те знают, что в китайском языке, да, все из иероглифа, в общем-то, состоит. И в отличие от нас, у них иероглиф означает не просто букву, а целое конкретно отдельно взятое слово. Так вот, слово кризис состоит из двух иероглифов, где первый означает опасность. И, в принципе, вполне логично. В голове у каждого перекликается, да, когда он слышит о кризисе. А вот второе означает возможность. И здесь вроде как бы логично не вполне, или, во всяком случае, не для каждого. Но я вам скажу, у вас только дело тонкое, знаете, я не знаю, о чем говорят. Действительно, кризис может быть той эпохой, когда вы настолько удачно можете развить свой бизнес, да и вообще, чем бы вы ни занимались, как не могли сделать это кризис. Но вопрос в том, найдете ли вы лично свою возможность. И мы свою нашли. Над ней мы четыре года работали. Мы нанимали специалистов из Европы и лучших маркетологов внутри страны. И четыре года разрабатывали проект B2B. На данный момент нам чуть больше, нам было два года, да, чуть больше года. И к сегодняшнему дню открыто 30 магазинов на территории Украины. Сегодня открылся магазин у вас, да, на улице Суворова, 2-3-15. И кроме того, мы мало того, что у нас стали на старые рельсы, мы открыли три магазина за границей в Казахстане, в Алматы, в Нур-Сунтане и в Шеликенке. Что поедет о том, что мы мало того, что стали на старые рельсы, мы вышли на международный рынок. Это что касается истории, мне очень удобно о этом говорить, так что давайте идти дальше. И я вам покажу магазины, как они у нас выглядят, где они у нас находятся. Слева наш самый первый магазин, как я уже говорил, в городе Ладыжин. И внимательные могут заметить, вот наш новый локотип B2B, вот наш второй локотип Шарма. Справа магазин в городе Гайсен. Магазин Вумани. Бершель, Тростенец, Венеса. Здесь хочу заметить, что Венеса это наш центральный магазин. Наш головной офис, головной мозг. Там в торговом центре Фериде Плаза мы снимаем второй этаж под наши шоурумы. Третий этаж мы снимаем под наши офисы. Там сидится на широкомостры, маркетологи и все, кто занимается этим проектом. Дальше Одесса. И здесь хочу заметить, что в каждом более-менее крупном городе, по типу Одессы, Киева, у нас кроме большой площади конференц, также присутствует площадь, кроме большой площади шоурума, также присутствует площадь конференц, где можно проводить конференции, презентации. Магазин в Киеве, на данный момент, магазин в Киеве наш самый крупный магазин. Площадь магазина в Киеве составляет 600 квадратных метров. На сегодняшний день это все фотографии, которые у нас есть в этой презентации, но это не все магазины, которые открыты. Здесь нет фотографий с Кременчуга, нет фотографий с Кропивницкого, нет фотографий с Сум. Так что, знаете, чем дальше врез, тем дольше длится эта рубрика. Хорошо, будем идти дальше и поговорим о наших планах и о наших целях. В первую очередь поговорим о наших планах. Так вот, что касается наших планов. В наших планах до конца этого года открыть магазины во всех областных и районных центрах на территории Украины. Также до конца этого года в наших планах был выход на международный рынок. И эта цель уже выполнена, мы открыли магазин в Казахстане. Три. До конца этого года, именно 22 декабря, открывается магазин в Москве. Также до конца этого года было в планах открыть магазин в Турции. Но есть там тоже определенные трудности. Так что, скорее всего, Турция будет в начале следующего года. И также Узбекистан. Мы планировали открыть до конца этого года, но, скорее всего, он тоже будет в начале следующего. Что будет дальше? Наша ближайшая ближнесрочная цель, это соответственно в следующем году будет расширение в соседние страны, страны бывшего СНГ. Это что касается ближнесрочной и среднесрочной цели. Наша ближайшая среднесрочная цель это иметь как минимум 30 магазинов в 30 странах мира. В большей степени здесь речь конечно идет о Европе. Ну хорошо, это что касается планов, теперь будем говорить о стратегии развития. Мне нужна с вами какая-то коммуникация, в общем-то мне нужно чтобы все из вас думали, поэтому я буду задавать вопрос и желательно чтобы отвечать на него сейчас пробовали те, кто на презентации не присутствовал раньше. И вопрос достаточно простой. Вопрос следующий. Представьте себя предпринимателем, да, собственно у вас есть бизнес и в эпоху кризиса у вас бизнес терпит крах, да, так или иначе. Вопрос, какие есть у вас инструменты, какие есть способы, к которым вы можете прибегнуть для того, чтобы развивать свой бизнес? Да. Есть два пути. Первый путь самый элементарный. Просто взять в банке кредит и как бы немного помочь своему бизнесу продвигаться дальше. Второй путь уже посложнее. Нанять маркетолог и посоветоваться с ними о том, как дальше будет выглядеть здорово. Я понял. Я понял, я сейчас отвечу еще на вашу реплику. Есть еще варианты? Что вы сделали? Действительно. Набрать людей. Людей набрать? Ладно. Хорошо, спасибо, не буду томить. Много, люди, как правило, говорят разные варианты, кто говорит реклама, акции, увеличение каталога продукции, демпинг, я не знаю, и так дальше и тому подобное. В любом случае, в частности, отвечая на вашу реплику, вы говорите самый элементарный путь взять кредит. Вы видите в этом действительно элементарность? Тогда вопрос, с чего возвращать кредит и с чего возвращать его с процентами? Нанимать маркетологов. С чего вы будете им платить зарплату, если вы сейчас пока не справляетесь со своими вопросами? В общем-то, то, что вам кажется элементарным, на самом-то деле действительно не элементарно, если зрить в корень и копаться хотя бы больше в этом, чем полчаса. Так вот, и это именно то, над чем мы работали 4 года. Потому что кредит нужно с чего-то возвращать. И больше того, возвращать с процентами. Вы занимаетесь не ликвидной продукцией, не продукцией массового потребления. У вас вокруг слева-справа конкуренты. С чего вы будете возвращать кредит и с чего с процентами? Почему вы решили, что вы сможете это сделать лучше других? Короче, на самом-то деле это тупиковый путь развития. Спасибо большое за ответ. Но это целая головная боль. И действительно есть такой вариант взять кредит. Но, как я уже сказал, проблемы приходят сразу же. Так вот, в нашем случае, в данном случае, при грамотном маркетинге, А именно, над нашим маркетингом мы 4 года и работаем. И в данном случае, наш маркетинг жижится на клиентной ориентированности. И кроме того, кроме того, что мы сами являемся производителями, мы работаем с большим количеством производителей. И дальше я их покажу. Так вот, при такой стратегии развития, собственно, и расширении всех магазинов, сами по себе кредиты не нужны. И вот над этим нужно было думать конкретно. Ну, а это что касается нашей стратегии развития, я еще буду об этом говорить дальше, так или иначе касаться этого, так что давайте идти дальше. И поговорим об инструментах маркетинга. Здесь есть 3 инструмента, с помощью которых каждый из участников у нас в проекте может заработать деньги. Инструмент номер 1 – это кэшбэк от покупки ювелирных изделий. Инструмент номер 2 – это процент от сертификатов. Инструмент номер 3 – это процент от оборотов. На каждом из этих инструментов я буду останавливаться подробно, так что давайте идти дальше. И мы сразу же переходим к инструменту номер 1. Это наша таблица получения бонусов, а на же кэшбэк. Вы видите ювелирные изделия золота и серебра. Что вы видите перед собой? Перед вами таблица и градация. Стоимость 3, показатель за 363 дней, недельная, месячная, годовая доходность, время работы, начисления и выплаты бонусов. Собственно, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что при условии, что вы делаете у нас с покупкой ювелирных изделий, мы начинаем вам выплачивать кэшбэк, он же возврат средств. И этот кэшбэк у нас выплачивается 52 раза в год. И кто знает, почему 52? В году 52 недели, действительно. В году 52 недели. Спасибо. Да, в году действительно 52 недели. Вы считали правильный ответ. И по нашему стандартному предложению, вообще по нашему предложению, вы получаете кэшбэк в течение года после вашей покупки. И по нашему стандартному, вы получаете его еженедельно. Теперь давайте так оговоримся, как это выглядит. Выглядит это достаточно просто. Вы приходите к нам в магазин, выбираете изделие, которое вам нравится, покупаете его, и, собственно, в этот же день со своим изделием уходите домой. Вы либо носите его сами, если вы его купили для себя, дарите кому-то из близких, в конце концов несете его в ломбард. Абсолютно ваше изделие, абсолютно ваше право, как им распоряжаться и каково будет его будущее. Нам все равно. Но, в свою очередь, именно за покупку этого изделия мы начинаем вам выплачивать кэшбэк. И этот кэшбэк есть своего рода. Спасибо за то, что вы купили изделие именно у нас. Они пошли куда-то в другое место. Теперь стоит оговориться о том, что это за кэшбэк и как он может выглядеть. На рынке есть достаточно много бизнеса, который предлагает кэшбэк, но я не встречал такого, как у нас. И мне придется тогда привести пример, какой кэшбэк бывает. И я буду приводить пример, который я уже всегда на своем личном опыте, на своем жизненном опыте. Поэтому вам сразу такой вопрос. Я знаю, что у вас в городе есть этот магазин. И даже те, кто в нем ни разу ничего не покупали, во всяком случае, знают о его существовании. Такой магазин, как Citrus. Все знают? Да. Это магазин электроники, техники. И вот дело в том, что я покупал там свой телефон, например. И они тоже возвращают неплохой кэшбэк. Примерно 60% от стоимости девайса. Но у них есть 4 жестких условия. Что это за кэшбэк, и каким образом он может быть реализован? Условие номер 1. Мне пришло сообщение в Вайбере о том, что у меня начислено определенное количество бонусов, которые я должен потратить до определенного числа. Иначе эти бонусы сгорят. Делая вывод из первого условия, мы переходим ко второму. Эти бонусы являются внутренней валютой сети Citrus. И потратить я могу их исключительно в сети Citrus. Условие номер 3. Эти бонусы, этими бонусами я не могу оплатить более чем 50% стоимости товара. В общем, как бы там ни было, мне бы пришлось нести свои деньги, чтобы еще раз что-то с помощью этого кэшбэка купить. И условия номер 4. Они предоставляют этот кэшбэк только на те товары, которые они предоставляют под эту акцию. Если вы думаете, что вы минус 50, сможете купить там себе айфон, то вы ошибаетесь. Поэтому достаточно впервые, когда мне пришло это сообщение, я обрадовался. У меня этих бонусов было в районе около 11 или 12 тысяч, где один бонус равняется 1 гривня. И я думаю, вау, классно. Зашел на сайт, посмотрел. И знаете, судя по тому, что они предлагают, я решил, что пусть они лучше горят в аду, чем я буду покупать то, что мне абсолютно не надо, и в данном случае нести свои деньги. Кэшбэк они этот предлагают под товары, типа, знаете, там зеркальце с подсветкой. И все то, что меня интересует прямо в последнюю очередь. И поэтому вот так вот. Когда я говорю о кэшбэке в нашем случае, я говорю про совсем другую историю. Почему я так говорю? Потому что наш кэшбэк – это реальный кэш, и это живые деньги. Почему я так говорю? Потому что этот кэшбэк еженедельно, 52 раза в течение последующего года приходит вам на карту. И начисляется вам на карту. Вы можете каждую неделю подходить к банкомату, снимать эти деньги с карты, распоряжаться ими как угодно, тратить в каких угодно структурах, класть себе под матушку, под матрас, в долгий ящик, покупать за них какие угодно продукты. Можете откладывать эти деньги на карты. В любом случае это реальный кэш. И давайте так, основываясь на том, что я говорю, будем делать тогда выводы. Получается, что если я для простоты счета буду использовать какие-то круглые суммы, получается, если бы я нашел себе изделие, которое стоит, например, тысячу гривен и купил бы, то через год это изделие мне бы обошлось абсолютно бесплатно, при условии 104% годовых. И мало того, 40 гривен я бы даже заработал. Основываясь на том, что я говорю, это верно? Да. Действительно, это верно, и так это и работает. Ну, 40 гривен не совсем серьезная сумма, чтобы серьезно говорить о заработках, да? Но вы видите, что при покупке 81 тысяч, там годовых вовсе 156. То есть через год ситуация выглядит именно таким образом, что у вас, во-первых, мало того, что изделие, там 81 тысячу. Во-вторых, эту 81 тысячу вы полностью вернули обратно. И 45 тысяч, то есть практически 2 тысячи долларов, вы заработали сверху. Вы меня слушаете? Конечно. Хорошо. И практически 2 тысячи долларов вы заработали сверху. Ну, вы видите, что при покупке от 243, там и вовсе 182% годовых. Что здесь стоит относительно этого добавить? Что те суммы, которые вы видите, здесь понятны. Здесь речь идет о разовой покупке. То есть не обязательно искать одно изделие, да, на 243 тысячи. Не обязательно искать яйца Фаберже, да? Речь идет о разовой покупке. Если здесь нет вопросов и пока все понятно, можем двигаться дальше? Да. Хорошо. Переходим дальше. И это наши подарочные сертификаты. Это инструмент номер 2, с помощью которого вы можете у нас заработать деньги. В первую очередь мне стоит поговорить о том, что такое вообще подарочные сертификаты. И прежде всего скажу, что наши подарочные сертификаты не отличаются ничем другим от любого другого магазина, да, который реализует, предоставляет услуги реализации подарочных сертификатов. Логика их какова? Достаточно проста, да. Если у вас какой-то близкий человек, вы знаете круг его интересов, но не знаете, что подарить конкретно, вы приходите в специализированный магазин определенным номиналом, да, покупаете сертификат, дарите ему, он приходит и отоваривает на те продукты, которые его интересуют. Для примера, если вы не знаете, какие другие подарятся круги, вы приходите в барокат и покупаете там сертификат, дарите ей, она приходит отоваривать на то, что ее интересует, если еще остается сдача, берет себе там туши и всякие крема, да. Вот так это работает везде и так это работает и у нас. И выплаты на сертификат поступают точно так же 50-го раза в год. Единственное, что если у вас сертификат, то при зачислении вам последней выплаты вам придет сообщение о том, что вам зачислена последняя выплата, пожалуйста, придите к нам и свой сертификат отоварите. Так вот, прежде всего, вы видите, что они у нас есть двух типов. Есть на золото, есть на серебро. Так вот, по логике, золотые сертификаты отовариваются золотом, а серебряный сертификат отоваривается серебром. И с самого начала хочу сказать, что по сегодняшний день включительно проходит акция. Это 260% годовых на покупку сертификата золотого. Я подчеркиваю, вне зависимости от его номинала. И 421,2 – это беспрецедентная за всю историю самая крупная акция на покупку сертификата серебряного. Также вне зависимости от его номинала. Когда у нас отсутствует какая-либо акция, благодаря тем проспектам, которые у вас в руках, сейчас вы можете видеть, что там уже все будет зависеть от номинала. Так вот, видно невооруженным глазом, что сертификаты являются более выгодными предложениями, чем ювелирные изделия. Поэтому у меня есть вопросы. Опять же, мне желательно, чтобы отвечали те, кто раньше на презентации не присутствовал. Вопрос достаточно простой. Ну и ответ на него несложный. Кто догадывается, почему сертификаты являются более выгодным предложением, чем ювелирные изделия? Потому что на высокие деньги, там больше риска. Ну, риска. Ну, где-то так. В принципе, да, действительно. Но и вы даете правильный ответ с самого начала. Хотя я, как правило, задаю вопрос. Когда я задаю этот вопрос, я в 80% случаев слышу в первую очередь другой ответ. Именно его я ждал. Но он такой шутейный. Потому что люди говорят, как это? Больше процент, потому и выгоднее. Знаете, по типу вода мокрая. Да? Логично. Логика железная. Но вы ответили правильно. Вы ответили с точки зрения первопричин. И именно это меня интересовало. Да. Покупка у нас сертификата является ничем иным, чем отложенная покупка. Грубо говоря, когда вы покупаете у нас изделие, вы через денег, а именно себестоимость этого изделия забираете с собой в этот же день. И у нас остается исключительно маржинальность. Когда мы говорим о сертификате, то вы со своими изделиями придете не раньше, чем через год. И весь объем средств находится у нас на протяжении года. Теперь стоит сделать оговорку, почему я говорю не раньше, чем через год. На самом-то деле, вы можете отоварить свой сертификат когда угодно. И даже больше того, вы здесь защищены законодательно. По сути, вы можете купить сертификат сегодня утром, а отоварить сегодня вечером. Нет никаких проблем. Но у нас есть наши условия. И согласно нашим условиям, если вы отовариваете свой сертификат раньше сроков, вам перестают начисляться на него все последующие выплаты. Поэтому, с нашей точки зрения, достаточно просто предположить, что вам просто невыгодно приходить раньше, чем через год. Получить бонус за 2 месяца и не получить за остальные 10. Поэтому я и говорю, что это есть отложенная покупка как минимум на год. А так приходите, когда хотите. Вот. Это что касается наших сертификатов. И если здесь нет вопросов, двигаемся дальше. Хорошо. И переходим к нашей следующей акции, которая, в отличие от предыдущей, является бессонтаж. У нас также есть сертификаты, которые именуются подарочными. Но если прошлые именовались подарочными в принципе, то эти у нас внутренние именуются подарочными. Потому что они даются в подарок. Так вот. В отличие от любых других, они идут номиналом в 300 гривен. И также, в отличие от любых других, они являются универсальными. То есть, подлежат отовариванию как золотом, так и серебром. Так вот. При покупке у нас чего-либо, подчеркиваю, на сумму от, да, чего-либо, будь то изделие я имею в виду или сертификат, на сумму от указанной на таблице, вы получаете определенное количество разово таких сертификатов в подарок. В данном случае, при покупке от 5 тысяч получаете 1, да, от 9 получаете 2. Я не буду называть все, пожалуйста, обратите внимание на таблицу, вы все ее можете видеть, да. Но при покупке от 200 тысяч вы получаете разово таких 55 штук в подарок, на 16,5 тысяч. Если кто-то хочет сделать фотографии для будущего, чтобы понимать, делайте. Что стоит относительно них еще добавить? По логике, опять же, на них не начисляются бонусы. Бонусы начисляются на тело покупки. Для примера, я себе купил сертификат на 9 тысяч. По сути, я получу сертификатами 9600, верно? Но бонусы я буду получать на 9 тысяч. Это раз и два. Они у вас выдаются не чаще, чем один раз в день. Для примера, сегодня утром сделали покупку на 5 тысяч, получили один, вечером сделаете покупку хоть на все деньги планеты, больше не получите. А вот сделаете покупку завтра, снова получите полагающееся вам количество сертификатов. Если здесь ясно, идем дальше? Отлично, и поговорим о современном ювелирном искусстве. В первую очередь скажу о качестве наших изделий. Так вот, наши изделия это золото 585 проба и серебро 925 проба. И как я уже говорил, мы работаем кроме собственного производства с большим количеством производителей. Так вот, мы не начинаем работу ни с одним из них, пока этот производитель не пройдет пробиранную палату в министерство финансов. Поэтому на каждом нашем изделии стоит проба. Есть три способа, как вы можете убедиться в его качестве. Способ номер один, он самый простой. Знаете, посмотреть на пробу и поверить на слово. Ну, кто заморачивается не хочет. Есть способ номер два, с любым из наших изделий вы можете поехать в пробиранную палату и вам там скажут. Есть способ номер три, с моей точки зрения он самый оптимальный. Вы можете с любым из наших изделий посетить абсолютно любой ломбард. Там у ребят все необходимые химические растворы для того, чтобы достаточно быстро и просто вам сказать о качестве изделий, с которым вы пришли. Так вот, как вы видите за мной, вот так выглядит бирки на всех наших изделиях. И там есть две цены. Одна цена, там где написано цена изделия, это собственно цена этого изделия, а там где написано бонус за год, это есть тот самый кэшбэк, который вы получите в течение 52 выплат в течение последующего года после его покупки. Понятно? Переходим дальше. И вот лишь небольшая толика тех производителей, с которыми мы сотрудничаем. И в первую очередь хочу сказать, что все эти производители находятся на территории Украины, а значит являются украинскими. Поэтому, когда вы покупаете у вас продукты, не важно, сразу за деньги изделия или сертификат, который в конечном счете будет отоварен изделиями, вы поддерживаете отечественного производителя. И все деньги с вашей покупки остаются на территории Украины и идут на развитие ее экономики. Грубо говоря, со своей покупки вы не платите деньги ни японцам, ни корейцам, ни французам, ни папуасам. Есть, да? Мы переходим дальше. И мы переходим, как говорится, к мясу, к интересному. Это небольшой инсайт. И у меня здесь есть вопрос к вам. Если стоит, мы на этом слайде остановимся. Но только в том случае, если вас интересует вопрос, точнее ответ на вопрос, откуда берутся деньги на выплату этих бонусов. Поэтому мне интересно, чтобы вы сейчас подняли руки те, кого действительно интересует ответ на этот вопрос. Есть, хорошо. Это достаточно актуальный вопрос. Интересует всех, поэтому на нем и остановлюсь. И в первую очередь скажу лично от себя. Что я знаю достаточно давно, я знаю еще со студенческой скамьи, что ювелирный бизнес имеет колоссальную маржинальность. Маржинальность ювелирного бизнеса легко достигает тысячи-двух тысяч процентов. Иными словами, купил за гривну, продал за десять, и вот я у мамы бизнесмен. Так это работает везде, и так это работает и у нас. Маржинальность ювелирного бизнеса настолько велика, что легко превышает в разы маржинальность кофейного. Знаете, последние пять лет очень актуально на каждом углу варят кофе, да? Это потому, что эта история достаточно прибыльная, и маржинальность этой истории в районе 300-400 процентов. В ювелирном бизнесе все еще больше. И давайте договоримся так. Я сейчас попытаюсь вам объяснить, откуда берутся деньги на выплату этих бонусов на том примере, где эти выплаты самые большие. Если вам на этом примере будет понятно, то на всех остальных должно быть понятно по убывающим. Договорились? Тогда так, у меня вопрос к вам. Кто знает, сколько в среднем по Украине стоит грамм серебра в готовом изделии? Близко к правде, спасибо. Если есть еще варианты, говорите. 154. Это вилка, да? 150-400. Да, действительно, но это очень грубая вилка. На самом-то деле, спасибо за варианты, и я скажу, а теперь, знаете, правильный ответ. Так вот, маржинальность ювелирного бизнеса в среднем, маржинальность, да, с грамм серебра в готовом изделии в среднем по Украине. Все зависит, конечно, от ряда факторов, но стоит 200-250 гривен. И от каких факторов это зависит? В первую очередь, область. В очередь, фактор основной – это сложность изделия. Сложность изделия. Давайте разберем, от чего зависит сложность изделия. Есть ли там какая-то инкрустация, есть ли там какое-то плетение, будь там какой-то сплав, да, и так дальше. И в третью очередь – это бренд. И знаете, отсюда делаю вывод, что с серебром происходит примерно такое же легкое поведение, как и с шампанским, знаете. Шампанское может стоить как очень дешево, типа, там, Артемовское, так и просто нереально дорого, да, по типу, там, Майон и Шандон, и так дальше. Девушки должны знать такие бренды, как Тиффани и Пандора, знаете? Да, имеем, да. Имеете представление, да? Так вот, Тиффани, и что имеете? Изделия имеете. Изделия имеете, да? Здорово. Я за вас рад. И мне тоже периодически приходится покупать. Поэтому я, да, те, кто знает, они знают, что эти бренды, они не имеют никакого отношения ни к золоту, ни к платину, ни к белому. Они занимаются исключительно серебром. Так вот, мне достаточно периодически приходится покупать бусинки Пандора. Покупайте бусинку. Она стоит две тысячи гривен. Смотрите на вес два грамма. Грамм тысячу гривен. Тиффани вообще стоит бешеных денег. Браслет Тиффани в районе пяти грамм будет стоить около двадцати пяти тысяч гривен. То есть грамм серебра пять тысяч. И это в раз в три дороже, чем на сегодняшний момент стоит грамм золота. Вот об этом я и говорю. Но все же так. Я говорил о средней цене. Но есть же какая-то цена минимальная, да? Минимальная. Так вот, минимальная цена за грамм серебра в готовом изделии, она для добрения сна не 10 гривен. 140, 145, 160, от области зависит. Но 150 гривен – это вполне реальная цена, за которую вы можете найти несколько грамм серебра в готовом изделии. Вот только какой нужно сделать с этого вывод? Вывод следующий. О том, что это серебро будет простым. Понимаете, да? Простым, без изыска. Но все же эта цена реальная. Поэтому давайте я ее и возьму. 150 гривен – это та цена, за которую можно найти изделие. От 150 гривен. Окей, тогда может кто-то из вас знает вообще, почему ламбард принимает грамм серебра как лом? Очень дешево. 10 гривен. 10 гривен, спасибо. От 8-10 гривен. От 8-10 гривен вы хотели сказать? Нет, от 8-10 гривен. 8-10 гривен. Да, действительно, среднее по времени ламбард принимает грамм серебра как лом, уровне 8-10 гривен. 8-90, 8-50, 11-20. Кто-то даже принимает. У нас вчера проходила презентация, и мне кто-то сказал, что ламбард принимает грамм серебра как лом. 30 гривен. Я поставил 1000 гривен. Говорю, что если после презентации меня кто-то отвезет к этому ламбарду, я плачу 1000 гривен. Никто не отвез. Да, 10 гривен, действительно. Так вы можете свои ламбарды отставить? Давайте об этом ближе к ночи, да? Хорошо. И действительно, поскольку мы сами являемся производителем и с большим количеством таковых работаем, то нам грамм серебра уже в готовом изделии обходится до 30 гривен. И вот эта разница, это и есть та самая маржинальность. В народе она именуется нагрута, да? Добавочная стоимость, как хотите, так и называйте. Наварда. Наварда. Как хотите, так и называйте. Суть от этого не изменится. Так вот, она составляет минимум 500 процентов. И давайте так, дабы не говорить взагалей по-загалям, да? Разберем какой-то конкретный пример. Ну, например, я себе сегодня покупаю сертификат серебряный. Для простоты счета буду брать какую-то круглую сумму, да? Допустим, на 10 тысяч гривен. Окей, я делаю себе покупку. Скажите, на сегодняшний день я покупаю себе бумагу просто, да? Через год я эту бумажку буду отоваривать. Так вот, я ее буду отоваривать по какой вилке? По какой цене? По вот этой, либо по вот этой? Абсолютно верно. Я буду отоваривать ее по верхней вилке. И не имеет никакого значения. Сразу за деньги, да? Или это уже включено в сертификат. Я буду отоваривать это по верхней вилке. Но нам это отоваривание обходится по ЭК. Поскольку, если мы имеем абсолютно чистые деньги, да живые деньги, то с этих денег буквально в следующий день мы можем выставить на витрину продукции на 50 тысяч гривен. И мы это делаем сразу же. В настоящий день в течение недели после вашей покупки. И начинаем ее реализовывать. А вам уже выплачиваем наши бонусы равными частями. И таких частей сколько? Да, действительно, 52. Давайте так, я не буду брать без десяток, да? Вот 8-1, я возьму 8 в неделю. Хорошо, чтобы проще было считать. Сколько я должен получать еженедельно тогда на 10 тысяч? Если 8 процентов? 800 гривен, абсолютно верно. Там 416 годовых у нас просто такая цель была, да? И это значит, что через год у меня должно быть на карте 41 600. Я правильно считаю? Да, действительно, у меня на карте должно быть 41 600 гривен. Но, к счастью, у меня есть еще сертификат, который подлежит отовариванию. И поскольку мы говорим о чистых деньгах, о том, что мы отдаем вам, то, собственно, отоваривание вам и вашего сертификата нам тоже чего-то стоит, верно? Только в данном случае по этой вилке. Поэтому я могу сказать, добавить сюда еще 2 тысячи, и это ваш сертификат с его отовариванием. И будет 43 600. Вот эти 43 600 – это есть все, на все, про все. С вашими кэшбэпами, с вашим отовариванием, с вашим сертификатом, что мы вам должны отдать. И действительно, мы вам отдаем большую часть. Но, еще год назад мы реализовали продукцию на 50 тысяч гривен. И в данном случае эта разница присутствует все равно. Действительно, она небольшая. Дальше есть 400. Но именно эта разница она идет на открытии новых магазинов, уплату налогов и выплату зарплат сотрудникам. Теперь смотрите. Я хочу, чтобы вы понимали, мы взяли сейчас с вами самый крайний пример. Во-первых, почему? Мы взяли пример самой большой акции. Да, потому что, когда у нас акция не проходит, 10 тысяч попадает в колонку, да, перед вами таблица 9-27. И там годовых уже 260 процентов. С 10 тысяч 260 на 26 плюс 2 – 28. 50 минус 28 – 22 тысячи. На сегодняшний день это практически 1000 долларов у нас остается, когда отсутствует какая-либо акция. И еще. Смотрите, мы взяли с вами пример, что вы будете отоваривать свой сертификационный простыми изделиями. Но, знаете, ведь вас к этому ничего не обязывает. Одно дело, когда мы прощаемся, расстаемся со своими деньгами раз и навсегда, да, то мы исходим из разных параллеров – цена, качество и так дальше. С другой стороны, когда мы, мало того, что этот сертификат нам достался бесплатно, мы на нем еще и заработали в несколько раз, что нас оказывает покупать что-то самое простое. В конце концов, я могу прийти через год, да, и взять что-то самое классное, что найду за эти 10 тысяч гривен. И все, что я говорил до этого. И там грамм может стоить уже не 150, а, например, 250. 350, что говорила девушка, да, 150-400. И здесь будет не 500, а 900. А здесь будет не 6400, а 15 или 20. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Если нет, давайте. Ориентировочно. Понимаете, да, о чем я говорю? Всем понятно, скажем? Можем идти дальше. За счет этого, в общем-то, идет масштабирование производства, открытие магазинов и рост базы клиентов. Да, ну и на счет маржинариисти. И маржинариисть у нас на золоте достигает 300%, на серебре 800-900. Окей. Переходим к следующему слайду. И это очень интересная тема. Точка рентабельности. Предприниматели понимают, о чем здесь идет речь, и что может значить этот термин. Но все же, чтобы объяснить его, чтобы понял каждый, мне нужно сделать хорошее отступление и поговорить о том, вообще, какой бывает бизнес на рынке. Так вот, бизнес на рынке бывает абсолютно разный. Инструменты, которые могут использовать бизнес, есть абсолютно разные. Один бизнес использует маркетинг, так называемый, агрессивный. Другой бизнес использует маркетинг, так называемый, слабый. Чаще всего я перевожу пример агрессивного маркетинга, он шуточный, но он реальный. Кто бывает в Киеве периодически. Поднимите, вот и те, кто перейдите сюда, бывают в Киеве вообще. Должны знать, что в Киеве есть много подземных переходов. Да? Так вот, у меня прям такое ощущение, что эти подземные переходы, есть, знаете, точки сбора. Пусть это дислокации, ребята, которые раздают флайера окна-балкона. На каждом переходе их по три человека. Один стоит в начале, другой в середине, третий в конце. Так вот, они раздают флайера окна-балкона и их раздавать учат специально таким образом, чтобы завязать в вашу зону комфорта. Кто знает, у человека зона комфорта перед лицом это вытянутая рука, сзади это рост и сбоку это ладонь. Так вот, их учат раздавать так, чтобы завязать в вашу зону комфорта. Он стоит, в общем-то, с утра до ночи и тычет вам под нос. И тут есть два варианта. Вы можете пройти мимо, но испытываете неприятные чувства. А можете этот флайер взять. Но, вот когда вы берете его, вы попадаетесь на его удочку. Я когда один раз взял, я аж немного недоумевания так обешил. Вы берете этот флайер, в смысле, что сейчас в СССР я его выброшу. И вот вы берете флайер, делаете шаг, а он, оказывается, не отпускает его, держит. И вы держите его. И вы это недоумевание к нему так на полоборота разворачиваете с мыслью. Типа, мол, не понял. Разворачиваете с ним, он тебе говорит, здравствуйте, окна-балконы надо? Да, да, да. А я в Терсоне тоже знал. Окна-балконы надо? Вы говорите, а чёрт, нет. Он говорит, а маме? Подумай о родителях. Мама мёрзнет. Сколько надо окон? Подумай о родителях. А есть дача? Дача. Сколько на даче? Там старые окна. Надо окна-балконы. И, в общем-то… Да, и не дай Бог… Да, и стыдно уходить и уходить. Нет, мне как раз не стыдно. Но не дай Бог вам с ним зацепиться. Если вы с ним зацепитесь, то вечером вам уже обретет замерзчик и выставит вам счёт. Поэтому лучше его отпускать с Богом, но уходить. Так вот это и есть маркетинг агрессивный. А кто-то использует маркетинг слабый и пример этого, да, размещается в плате тысячи, десятки тысяч долларов на размещение в телевизоре. Кто-то работает с качественным продуктом, кто-то делает Мерседесы, Роллс-ройсы, а кто-то тупо гоняет в воздух. Я думаю, никому не надо напоминать об иномене. Все знают? Все отлично представляют, каков их продукт, да? Так вот, что здесь стоит сказать? Мы бы могли, как и все остальные, класть эту разницу, нашу, как вы говорите, наварку, себе в карман. Но мы предпочли делать это не так, а возвращать её нашим клиентам. Почему? Да потому, что мы знаем, что рано или поздно нам это вернется сполна. Почему? Да потому, что известно во всем мире, что лучше рекламы, это реклама из уста. Да? Что именуется сарафанным радиом. Радио. Никакая реклама вам не поможет купить шампунь, если вам не скажет друг, что этот шампунь классный. Верно? Так вот, и рано или поздно мы знаем, что это нам вернется сполна. Но вывод, который нужно сделать следующий. Абсолютно понятно, что так не может длиться вечер. Что я имею ввиду? На данный момент мы все равно вам отдаем больше, чем вы нам приносите. Скажите, это же понятно? Ну да. Ну это так называемые длинные деньги. И те предприниматели, которые имеют дело с бизнесом, есть длинные деньги и понимают, о чем идет речь. И вот, при такой маржинальности мы действительно себе можем это позволить. Но вывод, который нужно сделать, звучит следующим образом. Чем больше у нас будет открытых магазинов, чем больше у нас будет база клиентов, тем ниже будет этот процент по кэшбэку. Да? И давайте представим с вами пример. Скажем, на сегодняшний день, я сейчас беру чисто с головы. Допустим, через два года у нас на ювелирных изделиях с 1000 до 9 будет не 104 процента, а сегодня, скажем, 70. Но при условии, что наш кэшбэк это кэшбэк живыми деньгами, то спустя год после этой покупки это значит лишь то, что вам это изделие обошлось всего в 30 процентов от его стоимости. А значит, те, кто был сначала, сможет очень хорошо заработать и сможет потом рассказать остальным, где те смогут очень хорошо сэкономить. Понимаете, о чем дело? В чем речь? Это и есть та самая точка лентагности и теперь я на этом закончу. Всем понятно? Можно идти дальше? Хорошо, спасибо. Товар или реинвест. И теперь поговорим о предложении, которое у нас на этот счет есть. У нас есть предложение, когда вы можете реинвестировать свои средства. И как я уже говорил, у нас есть сертификат двух типов. Есть там золотые и серебряные. Так вот, золотые сертификаты подлежат отовариванию. Исключительно золотом. Никаких других ни вариантов, ни предложений у нас для вас нет. А вот на серебряные есть, когда вы можете реинвестировать свои средства. Почему на серебряные? Да потому что на серебре у нас высшая маржинальность. И давайте теперь, дабы я не взорвали по-загалям, опять же конкретный пример. Скажем, по 416% годовых я себе сегодня хочу купить сертификат сейвро, допустим, номиналом 100 тысяч. Через год они сколько должны быть на карте? 416 тысяч. 416 тысяч. Верно. И знаете, если бы мне никто не говорил, что у меня там какой-то сертификат есть, который где-то там отоваривает, по большому счету меня и так сюда более чем устраивает. Я свой капитал увеличил более чем в 4 раза. Но, к счастью, по нашим правилам и по нашим условиям у меня есть сертификат, который может быть отоварен. Поэтому почему бы нет, конечно, да, и с удовольствием прийдут. Кто из вас хотя бы визуально может представить, какое количество серебра в этих изделиях можно брать на 100 тысяч? Ну, не типа. Ну, реально. Да это ведро. Да это ведро. Десятилитровое. Десятилитровое ведро и, знаете, пакет BMW. Типа я буду в черном BMW, да? Да, и действительно, я приду и в зависимости от площади магазина я сгребу либо половину, либо треть, либо четверть его витрины. Да, и счастливый с ведром драгметаллов пойду домой. Дома, как правило, налетят, наверное, желающие посмотреть, что я на такого тяжелого и интересного принес. И, наверное, я отберу 25-7 кому-то подарок. Ну, не все же перебро носят и все такое. Что остальное сделаю я? Ну, как любой среднестатистический человек, да, по теории нормального распределения, от того, что у меня дома лежит ведро драгметалла, мне не холодно, не жарко, да? На хибану мне надо, поэтому я, наверное, пойду и отнесу его все в ломбард, да? Потому что хотелось бы как-то монетизировать и эти средства, да? И в данном случае, не, кто хочет там, может, знаете, OLX заниматься и так дальше, пожалуйста. Но я точно не буду, поэтому пойду и отнесу это в ломбард. Да, и как мы уже с вами условились пяти минутами ранее, да, ломбард мне вряд ли даст больше 10 тысяч денег за эту историю. Правильно, пойдем в максимум. Со своего ведра серебра я смогу монетизировать, ну, еще тысяч десять. И если я добавлю своим 416, да, у меня получается 426, и как бы на этом все, сделка завершена, да, всем спасибо, все свободны, ну, и я как бы вроде тоже. Вот. И теперь у меня 426 тысяч очень неплохо. Ну, и есть вариант номер два. Я спустя год прихожу все так же со своим сертификатом, только я не забираю это серебро по одной из нескольких причин, да, либо оно мне не надо, либо у меня такого федора нет, либо я боюсь, что меня ограбят, ну, и так и дальше. А проект мне меняет мой сертификат на 20% стоимости от предыдущего. Только не наличными, не кэш, а мне дают сертификат номиналом 20% от стоимости предыдущего. И это будет какой? 20 тысяч грин. Абсолютно верно. И вот в чем дело. Я на этот сертификат начинаю получить бонусы. Как получают все остальные, как получал предыдущие. На предыдущие 52 раза в год. Даже если у нас отсутствует какая-либо акция, 20 тысяч... Бонусы и переходят в гривны, да, как говорится? Не понял, с умничьи переходят. Ну вот бонусы, значит, вы... Вы сейчас получаете ли это в год? Нет, нет. А пока еще не получаете. Да, в гривнах, на свою карту или получаете. Да, действительно. Ну, как и все остальные получают, как получал на предыдущие. Я уже просто об этом говорил, да. И даже если у нас отсутствует какая-либо акция, посмотрите перед вами, да, проспекты. 20 тысяч попадает в полонку 9, теряя опять же 27. И там 260 годовых при условии отсутствует акции. 260 годовых из 30 тысяч. Это в районе 54. И спустя год у меня будет 54 плюс мои 416. И у меня 470 в противовесе того, да, у кого 426 и кто бы был забрать серебром. И я обережаю его на 4 хорошие, да, а то и 2, кто прям очень хорошо зарабатывает месячные зарплаты. В данном случае здесь стоит сделать одну оговорку, что сертификат реинвеста, то есть тот, с которым вы придете уже через 2 года, он не подлежит отовариванию, да. Это только для тех, кому не нужно серебро и кто хочет просто, например, заработать деньги. Если здесь вопрос или понятно. Да, мы двигаемся дальше. Штамп? Мы просто уже получили бутылку. Да, и все. Он не отоваривается. Да, он не отоваривается. Поговорим про реальный сектор экономики. И мне кажется, что большинство присутствующих здесь должны для себя отлично понимать, что покупка у нас в деле есть покупка реальных заводов и реального сектора экономики. Если же понимать не всех, давайте сделаем вступление. В отличие от этого приведу пример, что является сектором экономики нереальным. Также большинство здесь присутствующих должны знать. Последние 5-7 лет очень актуальная или еще, как сказать, хайповая тема криптовалюта. Знаете? Да. Неважно, биткоин, эфир, абсолютно все равно. Так вот, на сегодняшний день 2019 год, почти 20. Если бы она появилась в 9, она появилась в 9. Я тогда как раз заканчивал школу, поступал на первый курс. И если бы я тогда начал майнить эти биткоины, я бы к сегодняшнему не очень неплохо заработал. Но прошло всего 10 лет для того, чтобы у этой валюты объявился ее существенный недостаток. Причем настолько существенный, что мое глубокое убеждение перекрывает все ее достроенства. И вот достаточно просто. Заключается он в том, что валюта является слишком волатильной. Да? Иными словами, она имеет тенденцию к неустойчивости цены. И сегодня биткоин может стоить 5000 долларов, завтра 4700, потом 5200. Все знают, да? Поэтому абсолютно непонятно, когда купить ферму, чтобы намайнить биткоинов, и на этих биткоинах заработать больше, чем ты, в общем-то, потратил на покупку этой фермы. Когда продать эту ферму, чтобы на ее продажу заработать больше, чем на тех биткоинах, что ты там когда-либо сложный майнинг. В целом, это головная боль. Открываете ютуб, пишите биткоины, и все вам предлагают прогнозы, что будет с ним. Но знаете что? Они предлагают вам их за деньги. А знаете почему? Потому что никто не знает. Поэтому платите хоть за это. Я думаю, все отлично понимают, что золото будет только дорожать. Да? Единственный способ, когда мировые запасы золота потешевеют, когда мы найдем такое количество, что мировые потешевеют. История переживала эти периоды. Кто знает, например, Золотая и Харатка в Калифорнии, да? Да, американцы накопали себе на 500 лет безбедной жизни. Потом добрели до Аляски, которую купили за миллион долларов, и там еще докопали еще на 500 лет. Так называемая река Клан-Дай, представляете? Которая стала потом именем нарицательным, да? Так вот. Геологи говорят на сегодняшний день, что если запасы золота еще и останется, то мин очень глубоко. Настолько, что человечество не имеет доступа к ним. На данный момент самая глубокость важная, которая вырыта человечеством, находится в России. Польская сверхглубокая сверхлавина. Ее глубина 12 километров и радиус всего 20 сантиметров. А если есть где-то золото, то вот где-то вот там. Как добираться? Ну, мы не имеем таких ресурсов. Поэтому все, что мы можем, это плавить из одного в другое. И даже больше того, тем, кто увлекается историей, скажу, что до начала Второй мировой войны резервы любой страны исчислялись в золоте. Так называемый золотой запас. Верно. После Второй мировой войны, когда американцы начали всему миру сдавать кредиты под проценты, в частности, ленд-лист, да, и так дальше, долларовые кредиты, то запас начали называться золотовой лютой. Те страны, у которых на данный момент отсутствует золото в казне, у тех запасов вовсе называются валютными. В 73-м году они позволили себе вообще беспрецедентную речь, да, они открепили доллар от золота. На сегодняшний день владельцам печатного станка, а насколько вы знаете, ФРС – это частная структура, 100-долларовая купер стоит не больше той бумаги, на которой она напечатана. К сожалению, это сегодняшний реальный, но так оно и есть. Так вот, золото я бы дешевелить не будет, понимаете? Поэтому, если это ясно, мы переходим дальше. Поговорим с вами о нетворкинге. Что такое нетворкинг? И нетворкинг подразумевает собой партнерство. Вообще, нетворкинг – это актуальный термин в любых бизнес-кругах в последние 20-ти лет. Как я сказал, это партнерство. Логично предположить, что поскольку мы делимся с вами своей прибылью, то мы относимся к вам как к партнерам. И логично предположить, что ваше отношение к нам является таковым же. Поэтому мы все в целом, мы двумя руками за, чтобы и вас между собой развивались партнерские отношения. Ну, для примера. На презентацию приходят люди, у кого-то есть вопрос, кто-то знает у него ответ, почему мы друг другу не помочь. Не все друг другом знакомы, почему бы не познакомиться. Поэтому мы максимально за развитие между вами, максимально благоприятных партнерских отношений как оффлайн, так и онлайн. Есть. Идем дальше. И мы переходим к инструменту номер три, с помощью которого каждый из вас может заработать у вас деньги. Все, что я говорил до этого, это был заработок своего рода пассивный. Ну почему? Да вы можете купить деньги и, в принципе, о нас забывать, да, сидеть у себя, например, на работе. Мы просто будем мамы себе напоминать каждую неделю, когда вам будет приходить в ваш HB. То же самое может быть и с сертификатом. Правда, здесь еще придется вспомнить о нас тогда, да, когда его придется отоварить. В данном случае поговорим об активностях. И мы поговорим о том, как можно зарабатывать и не можно зарабатывать хорошие деньги, будучи активным и зарабатывать вот свои структуры. Перед вами таблица. Вы видите колонки ранг, структурная сумма покупок, бонусы, пригласительные сертификаты и общее количество таковых. Понятно, ранг зависит от структурной суммы покупок. Структурная сумма покупок от ранга, поэтому давайте посмотрим, что же такое структурная сумма покупок. В первую очередь скажу, что внимание, как вы могли заметить, она у нас в условных единицах в долларах. Кто с нами более-менее недавно или давно, как угодно, хотя по 3-4 месяца. Я знаю, что до открытия магазина в Казахстане, она у нас была в гривенах. Но поскольку мы вышли в международный рынок, а все международные валютные операции поясают в долларах, я об этом говорил 3 минуты назад, то нам необходимо привязать к доллару. Поэтому она у нас в условных единицах в долларах. Так вот, структурная сумма покупок теперь важна. Я подчеркиваю, это вся сумма покупок, включая вас и всю вашу структуру, какова бы большая она ни была. В данном случае на этой таблице можно видеть, что начинать зарабатывать, а именно получать свой какой-то процент, смотрите таблицу, колонку бонуса, вы можете при условии небольших капиталовложений. В данном случае у вас появляется процент при условии покупки данных. Какую сумму? От 1000 гривен. Нет. От 1000 гривен. Да туда, смотрите, мы не угадываем. От 30 долларов. Верно, 30 долларов. А, это меньше, чем 1000 гривен. Сколько это гривен? Так, 700 гривен. 720 гривен, где-то так, на сегодняшний день. Да, так вот при покупке, это же просто бешеные деньги, знаете, но даже при покупке на такой бешеные деньги, я скорее всего, я уж точно не куплю себе никакой сертификат еда, ни серебряный, ни золотой. За 720 гривен я явно не куплю себе ничего золотого. В данном случае я могу купить себе, ну разве что может если это полграмма будет весить, да. В данном случае я себе могу купить какое-то и серебряное изделие, ну даже в этом случае получаю. И я ему рассказываю о нашем проекте, и он делает абсолютно верный, логичный. Вот прийти к нам и купить их у нас. И вот приходит, делает эту покупку. Скажи на сумму, допустим, 2000 долларов. Вообще, если чем цифра, которая может ближе к вашему пониманию. Так вот, допустим, на 2000 долларов. Что происходит потом? На следующую неделю после этой покупки я разно получаю на карту 8% от этой суммы. В данном случае это сколько? Действительно, на 160 долларов я получаю разно. И знаете, мне это очень вестит, потому что это более чем в 3 раза больше, чем я тут сам вообще потратил. И что происходит дальше? Этот человек, он ничем не хуже меня, и он должен вправе получить себе какой-то процент. В данном случае после его покупки он какой получает процент? 10, верно. И теперь здесь стоит оговориться о двух преимуществах, которые есть у нас в проекте. Преимущество номер 1. Те цифры, которые вы видите, собственно, структурная сумма покупок, она не обдуляется. Она вечная, да? Не через полгода, не через год, не через 5 лет. Раз и два, самое важное. Даже теоретически, даже теоретически, никто с вашей структурой никогда не сможет вас обогнать. А вот догнать вас невозможно. И это как раз именно тот случай. Почему? Этот человек сделал покупку. Теперь лично его структурная сумма покупок к этому моменту равняется с каким? 2 тысячи. А моя? 2 тысячи сорок. 2 тысячи сорок, понимаете? Он добавляет мне в мою структурную сумму. Теперь что говорит о том, что он и процент не повышает. У меня теперь не 8, а 10. Спасибо ему. И что теперь? Тоже важное замечание. Вот свои первые линии. В данном случае вот это моя первые линии. Вы всегда получаете свой фиксированный процент. И не в зависимости от того, какая это покупка по счету. Первая, сорок пятая или семьсот сорок пятая. Поэтому конкретно на этом примере в первый раз я утолчил 160 долларов. А у второй? 200. 200. Все понимают, почему 200? Дальше. Этот человек живется уже своей жизнью, общаясь уже со своим окружением. И вот он кому-то рассказывает о нашем проекте. Здесь приходит кто-то и делает покупку, скажем, на сумму икс. Вот это и суммы. Сколько получит этот человек? 10 процентов. Почему? Его оборот. Это его первые линии. Абсолютно логично. Да? Он как бы вправе. Он ничем не хуже меня. 10 процентов. Верно? Сколько получу я в данном примере? Ничего не получу. Верно. Ноль. Потому что по современным математическим представлениям здесь будет ноль. И я на тот случай, в котором я говорил, он меня догнал. У меня процент такой же, как у него. А вот если бы у меня, скажем, было 12, а у него было бы 9, то ему бы пошло 9, а мне 3 процента от этой покупки. Понимаете? Да? Поэтому вот эта ситуация для меня, она очень плачевная и печальная. Вот этот парень перекрыл мне весь кислород. Да? Я от этой ветки перестаю зарабатывать. Она перестает переносить мне хоть какой-то профит, хоть какие-то деньги. Поэтому есть два способа, как бороться с этой ситуацией. Способ номер один. Это личными покупками, допущая свою структурную сумму. И способ номер два. Больше рассчитан на коммуникальность. Расширяться в ширину, то есть в первую линию. Соответственно, вот эти ветки не будут иметь никакого отношения к этой конкретной, да, понимаете? Таким образом, смогут добавить мне денег в мою структурную сумму покупок, за счет чего я смогу отрываться от этой. Понимаете, что я говорю? Теперь я вам на самом простом примере объясню, почему важно отрываться. Почему важно и какие это может иметь последствия. Самый топорный вам пример при этом. Допустим, у меня в первой линии всего два человека. Леша и Петя. Леша сам по себе, у него в структуре он один. Все. А Петя прям трудоголик. У Пети ветка в 500 человек глубины. Огромная. Да? И вот где-то в пятисотой глубине, в пятисотой, под Петей делается попутка. Вповоль до того, что Петя с Херсона, а эта пятисотая попутка делается где-то там. Понимаете? Он этого человека не знает. Что ж такое? Да я его выключила. Ну я добавлю. Десять процентов. А у меня одиннадцать. И с этой пятисотой попутки я получу один. С пятьсот пятой, четыреста восемьдесят пятой, семьсот сорок шестой. С миру поминки голому рубаху. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому отрываться в данном случае важно. Понятно? Да. Ну давайте переходить дальше и осмотрим пригласителей. Отрываться только покупками, да? Нет. В первую линию расширяйтесь. В первую линию. Например. Есть два варианта. Вы берете только покупками? Личными вы имеете в виду? Нет. Ну еще кто-то есть. Не свои, не только. Ну, как бы вообще у нас все основано на покупках. Давайте. Кто-то, который купил на две тысячи долларов золото, он же может быть еще что-то купит? И тогда там уж тоже будут эти первого процента. Почему? Внефть? А, да, конечно. Но это вам нужно его заставлять покупать, что постоянно. Типа, слышишь? Петя, привет. Не хочешь, если что-то еще раз? Петя. Типа. Из серии, да, ничего личного, просто деньги очень нужны, да? Ну, он же запрашивает, что такое деньги. Вот это заинтриговалось. Ну, то есть вы меня поняли, да? Тут уже, конечно, если заставите Петю всю жизнь дорогой на это, пожалуйста. Нет. А прийти в эту фирму и просто вложить деньги. Да хорошо, допустим, допустим, неважно. Я как бы дал ответ на этот вопрос уже. Вы говорите, что? Я говорю, если он уже там, Петя не зарплочит, то уже платить там, покупать себе там, что-то сказать, не надо? Ну, Петя может вынимать, постоянно вкладывать, вынимать, постоянно вкладывать. Да, это его выбор. Хочет заработать. Это тоже так. Можно. Ну, постоянно что-то покупать, инвестировать. Не хочет? Ну, пожалуйста. В конце концов, что вы будете… Вот вам нужны деньги, да? Вы подойдете и скажете… Слушай, если я вам предупредил… Хорошо. Давайте так. Вот, например. Если у меня была первая покупка 40, то надо будет что-то тоже. Допустим, да. Потом надо вспомнить опять. Да. Потом на деньжедневшку. Да. У меня вот эта сумма будет больше, чем… Увеличивается он постоянно. У меня будет 5 тысяч. Ну да, да. У меня процент же будет больше, вот, например, на 5 тысяч. У вас будет больше. А если он у него будет тоже 5? Значит, если он будет не пассивность такая, тоже активная, да? Ну да, да, да. Тоже активная. Все. Забудьте об этой ветке, значит. У вас 50… У вас 25 человек. Из 25 человек, допустим, хотя бы 15. Ну, более-менее активных, как вы. Забудьте о 15-ти ветках. Ну, пусть будет. Почему один раз? Почему один раз? Еще раз говорю. Любая покупка по счету от своей первой линии вам всегда будет приносить ваш фиксированный процент. И если вы, например, золотой директор, у вас 19, то потом вы получите прямо отсюда уже не 200 долларов, а практически 400, понимаете, с этой покупки. Ну, например, с каждой новой покупки вы всегда получаете свой фиксированный процент. Вопрос в том, заставите ли вы его это делать? Понимаете? Может он скажет, ну, блин, я уже по структуре заработаю гораздо больше, да? И будет работать по структуре. Вы скажете, ну, в смысле? Я не хочу по структуре работать. Я хочу, чтобы ты покупал постоянно. Я хочу сидеть дома. Понимаете? Ну, это как бы, не знаю, это чистая логика. Что здесь мне вам объяснить? Дома еще раз нарисуйте перед собой, подумайте, как это работает. Я доступно? Понятно? Я же еще раз говорю, есть два способа, как отрываться от ветки. Последний раз повторяю. Способ номер один. Личными покупками. Еще раз, все покупки, какова бы ни была огромная ваша структура, всегда идут в большую структурную сумму. Ваши они или не ваши. Личными покупками. Второй способ. Он больше рассчитывал на коммуникабельность. Когда вам не нужно бейте драмоши, типа, еще раз купить. Когда вам не нужно самому еще раз покупать. Когда вы просто подключаете еще одного человека. Вот здесь то, что вы сделали, например. Вот здесь, допустим, делается покупка на 5 тысяч долларов. Вот этим человеком они вами. И у вас 5 тысяч долларов благодаря ему, а не вашей покупке. Не его второй. Понимаете, о чем я говорю? У него так до сих пор 2, а у вас 5 уже благодаря покупке отсюда, сбоку. Понимаете? А еще можно сделать подарок. Ну да, вариантов много. В целом. Как такие основные. А там уже каждый думает, как ему удобно. Теперь, доступно? Ширину расширяться это по-моему, как и по мне. Это проще всего. Есть два варианта самых простых. Либо постоянно реинвестировать, да? Если вы получаете хороший фешбек оттуда. Такой, что вы каждые 2 недели можете делать новую покупку. Да? Вы можете новую. 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 Есть вариант. Реинвестировать постоянно. Постоянно. Понимаете, да? О чем я говорю? Есть. И другие. Поэтому, как вам угодно. Я сказал, как это работает. Есть? Давайте. Понятно всем. Давайте теперь поговорим о пригласительных сертификатах. Что такое пригласительный сертификат? Пригласительный сертификат – это очень классный инструмент, который проект дает каждому из своих участников. Именно в ДАМе. И это инструмент для работы с людьми. Почему я здесь говорю ДАМе? Я бы мог сказать, дает пользоваться и так дальше. Нет, именно ДАМе. Потому что этот инструмент под собой производит весьма весомую вещь. И те, кто знает, те знают. Нет, я сейчас расскажу. Не нужно быть семипядей во лбу и гением для того, чтобы понимать, что в окружении каждого из нас есть люди, которые скептически ко всему относятся. Да? Либо скептически относятся. Либо обжигалось. Либо говоришь, что ты мне расскажешь, я же не вчерашний. Три выплаты придет, четвертая нет. Да? И так и так. У каждого из нас такие люди есть. И опять же у меня такой же был пример. И мне тоже не надо далеко ходить. Знаете? У меня отец стрелял в машине образовое анемие. Он был полковник, командиром полка армии еще при Следственном Союзе. Представляете, такому человеку что-то объяснить про цифры? Или что там с этим связано? Ну а я как бы пробовал. Он говорит, ой, парень, господи, иди отсюда. Я знаю, типа мол, что три выплаты придет. Потом я говорю, отец, смотри, реальный сектор. А потом будем говорить, а я знаю, что придет. Пару выплат потом нет. Ну, например, да? И специально для таких людей у вас есть эти сертификаты. Они появляются у вас в кабинете сами по себе. Как только вы достигаете определенной структурной суммы покупок. В данном случае вы можете видеть, что как только вы достигаете хотя бы 300 долларов, и как мы уже с вами определились, не важно, своими усилиями, да? Либо усилиями всей вашей структуры. Понимаете, да? Как только вы достигаете 300 долларов, у вас уже появляется такой один. 300 долларов это сколько? 300 долларов? Чуть меньше, да. Ну, не такие большие деньги, да? Как только вы достигаете 700-200 гривен, у вас появляется такой один. Максимальное количество может быть 11, и все они у вас находятся в параллельном доступе. Как ими пользоваться? Вы с личного своего кабинета можете такого человека этот сертификат отправить. Во-первых, в чем он отличается от других? Его никто никогда в жизни не видел и не трогал. Потому что они являются виртуальными, электронными. И находятся у вас в личном кабинете. Появляются там они сами по себе. Так вот, вы человеку можете его отправить. Достаточно просто. Там есть поле, куда выводите номер телефона, нажимаете кнопку «Пригласить». Где бы человек ни был, главное, чтобы на территории Украины. У себя дома или в сауне. Но если у него есть смартфон и доступ к интернету, ему придется общение со ссылкой. Ему достаточно будет перейти просто по этой ссылке и просто хотя бы зарегистрироваться. Как только он зарегистрируется, ему буквально через неделю придут деньги. Вы спросите, какие деньги? Мол, Эрайяш ничего не вкладывает, не давал. Мол, стойте, кто-то меня где-то пытается. Нет. Это деньги дарит проект. Человек, который у нас зарегистрировался, начинает получать деньги. А именно 5% от 1000 гривен. Это фиксированная сумма. Ленее было бы сказать 5% от 40 долларов. Но вот 1000 гривен это сколько будет? 60 гривен. 50 гривен. И у нас начинает получать 50 гривен в неделю любой зарегистрировавшийся человек на протяжении 32 недель. На протяжении года любой, который просто зарегистрируется, даже если ни разу в магазин там не придет. 52 умножить на 50 будет 2600. На сегодняшний день это практически 100 евро. Так вот 100 евро у нас было получено абсолютно любой, как скуста, кто хотя бы зарегистрировался. И не важно, сделать вам такую покупку продать же или нет. И вот он начинает получать бонусы. Проходит неделю. Вы спрашиваете, пришли деньги? Он говорит, да не, ну пришли, типа я же не вчерашний, да? Первый раз все отправляют. Окей. Встречаетесь с ним через пару недель. Спрашивает, ты пришли? Он говорит, вы пришли, но ты смотри, это же предпоследнее. Я же тебе говорю, засекай время. Хорошо. Встречаетесь с ним через три недели. Через месяц он получает 200 гривен. Через два он получает 400. Через три получает 600. И в конце концов, рано или поздно у него заканчиваются какие-то отменяемые отмазки, да? Почему 27-я был, потому что нужно было быть последним. И он принимает вполне логично верное решение, прийти к нам и сделать у нас покупку. И вот, подчеркну, не важно, что он купит, сертификат или в конце концов, своей супруге захочет купить изделие, если он там давно, а сертификат какие-то, сертификат какие-то хотела, да? Например, не важно. Но как только он сделает эту покупку, если она хотя бы на 40 долларов, то есть на 1000 гривен, этот сертификат, который все время был у него в кабинете, возвращается к вам обратно. Вопрос. Окей, он покупку сделал, сертификат к вам вернулся. Он свои 50 гривен в неделю продолжает получать? Да. Да. Только теперь он, кроме этих 50 в неделю, начинает получать еще бонусы и на тело покупку. Что говорит о том, что свои 2 600 он у нас получит абсолютно любой. Сделает он покупку или не сделает, как с куста. Только вот если сделает, он будет получать теперь бонусы еще и на тело покупку. А если не сделает, если человек очень долго снимает чехлы и в течение года, 52 недель, так как покупку не сделает, то этот сертификат сберет и к вам в кабинет больше не вернется. Увы и ах, а вполне логично. Мы же не можем каждому дарить по 2 600 и больше, кто к нам даже ни разу не пришел. А в котором мы не знаем ничего, кроме его номера телефона и карты, куда введители деньги отправлены. То есть, поэтому если человек в течение 52 недель не сделал покупку, он сгорит. Да и вообще у нас нет ни одного предложения, кто бы у нас по разовой покупке получал бонус дольше года. Поэтому все. А вот даже если он сделает после 51 недели, он вам вернется. Так вот, основываясь на том, что я говорил до этого, можно сделать нехитрый вывод, что с одного такого сертификата параллельно в свои 2 600 могут получить хоть 50, хоть 150 человек. Все зависит от вашего личного таланта и вашей коммуникабельности. Есть? Да, понятно. И теперь вариант номер три, что если человек так и не регистрируется. Есть такие, которые не, ну допустим, не зависит от вас, телефоном не имеет польза, три дня проспал в литератическом цене, денег у него и так очень много может и вам дать. Например, да, разные люди бывают, поэтому если человек так и не хочет регистрироваться, то как только вы отправляете сертификат, он у вас различного кабинета пропадает. И если в течение трех дней по этой ссылке не происходит регистрации, через три дня он вам возвращается обратно. Понятно? И вы можете отправлять его как к другому, так и возвращать этому, если я просто проспал в литератическом цене. Понятно? Ну давайте идти дальше. Поговорим о нашем личном кабинете и у нас есть личный кабинет, где абсолютно каждый из участников нашего проекта может контролировать абсолютно все, что с нашей точки зрения хотя бы теоретически может вас заинтересовать. У нас здесь есть вкладки «Рабочий стол», «Мои сеть», «Магазин», «Мои выплаты», «Мои покупки», «Новости», «Частые вопросы», «Профиль». Рабочий стол здесь какая-то самая основная информация. В данном случае сколько инвестировано? Речь идет о личных покупках здесь. Через дробь – сколько заработано. Дальше уже прибыль от сети. Потом оборот сети и снизу команда. Здесь речь идет о первой линии. Вот когда вы говорили про вопрос, молодой человек, когда я говорю про вопрос, про я там на 5 тысяч гривен, но на доллар. В новый год же нет, надо да. Так вот представляете, если спить… Смотрите, вот здесь команда личная, 51 человек. Сейчас я… Запомните это сейчас и мы продолжим дальше. Так вот, «Рабочий стол», дальше снизу текущий ранг, да, сколько до следующего ранга и ссылка для приглашения. Дальше уже вкладка «Моя сеть» и здесь уже более развернутая информация о всей вашей сети. Так вот, а здесь уже в общей сложности агентов сети вы видите 3,5 тысячи. Вы представляете, из этой 51-го человека вам перекрыли кислород, например, 30. Это можно сказать, что из этих 3,5 тысяч это может быть как 2 тысячи, так и 2,5. Понимаете? А скорее всего, если это активное, поскольку оно перекрыло вам кислород, то, как правило, у вас здесь может где-то 400 человек останется, а 300 уже не вам. Понятно, да? Вот о чем я говорю. И здесь уже, в общем, о структуре, да. Здесь оборот сети за прошлую неделю и за текущую. Если здесь у вас прирост, тут зелененькое, спад – красненькое. Тут вы в процентном соотношении можете видеть, какой у вас прирост и спад. И абсолютно вся ваша первая линия. Здесь вы можете найти в свои первые линии абсолютно всю информацию, опять же, которая хотя бы в теории вам может быть интересна. Смотрите, здесь имя, фамилия, напротив – оборот сети, номер участника, ранг участников, здесь первая линия. Нажимаете кнопку «Подробно» и там, с какого города, номер телефона, дата последней покупки, сколько инвестировано, сколько надо, каждый сам себе сможет посмотреть, что его интересует. И вот мы выводили на эту даму Чумаку Олега. И вот видите, у нее на данном где-то полтора миллиона долларов. Тогда, когда у нас был этот слайд, у нее было где-то миллион сто, миллион сто пятьдесят. Так вот, почему я говорил про сорок долларов? Ведь, по сути, не обязательно каждый из нас должен делать покупку на сорок. Это кто-то на четыреста, кто-то на тысячи, кто-то на несколько тысяч. Но эта дама, у нее инвестировала на собственные средства всего две тысячи гривен. При условии там полтора миллиона долларов у нее структура. На тот момент, я не знаю, может, сейчас уже больше, но на тот момент у нее было две тысячи гривен. Наш онлайн-магазин, где вы можете сделать покупку. Любую, что хотите, сертификат онлайн, да, выбирайте, какой вас интересует. Золото, с евро, плюсика, выбираете номинал, юридичность, купите и летс-го, поехали. Также там есть изделия. С сегодняшнего дня у вас есть в городе магазин, когда вы можете купить его оффлайн. Так что, я думаю, не стоит здесь устанавливаться на изделиях. Идем дальше. Мои выплаты. Здесь вы можете контролировать вплоть до гривен. Сколько мы вам обещали, сколько должны. И откуда эта гривена пришла. Потому что здесь вы видите от первой линии, от сети и сумма следующей выплаты от личных покупок. Вы всегда знаете, в сети у вас была сделана покупка. В первой линии кто-то что-то купил. Или вообще эта выплата пришла на выплат ваших личных покупок. Ок. Мои покупки здесь все просто. Дата покупки, тип покупки, старт-конец выплат, период выплат, сумма покупки в гривнах, процент годовой, доход недельный в гривнах, следующая выплата и какая у вас выбранная периодичность. Отлично. Новости. Думаю понятно, да? Здесь breaking news. Знаете, все новости относительно нашего проекта, которые могут вас заинтересовать. Также там у нас есть адреса всех наших магазинов с номерами телефона. И также во вкладке новости есть ссылки на все наши социальные сети. И я настоятельно рекомендую добавляться в наши социальные сети. такие как Facebook, Instagram, Viber, потому что там мы публикуем большее количество новостей. Знаете, какие-то специфические, которые мы не добавляем, не выносим сюда. Мы можем проводить какие-то розыгры в Инстаграме и так дальше. Поэтому я рекомендую искать наши соцсети и добавляться в вкладки новостей. Частые вопросы. И эта рубрика существует для того, чтобы облегчить меня жизнь. Здесь вы можете найти все самые частые вопросы, которые у вас могут появиться. И, в общем-то, сразу же получить на них ответ. Отлично. Мой профиль тут все просто. Город, имейл, карта для реферальных выплат, адрес доставки и ваши методы оплаты. Есть. И последняя таблица, на которой нужно сосредоточиться на сегодняшний день. Мы, в принципе, с вами плавно подходим к концу. Это таблица периодичности получения бонусов. По сути, вы можете выбирать, как часто вы хотите получать ваши бонусы. И давайте, по нашему стандартному предложению, вы получаете бонусы раз в неделю. Почему по стандартному? Если вы сами ничего не трогаете, то вы получаете бонусы раз в неделю. Но вы можете выбрать, как часто вы их хотите получать. И, вообще, это есть для двух групп населения. Так, в первой группе относится тем, кто просто не может ничего скопить. Знаете, казалось бы, каждую неделю переходят по 500 гривен, Через год должно быть 45 тысяч. Смотришь. Где? Да? Нету. Потому что снял, пошел, потратили. Снял, пошел, потратили. Но с такой целью вы можете выбирать периодичность. Для другой группы, это заодно для тех, кто пока есть возможность заработать. Почему бы не заработать больше? Отлично. Если это понятно, давайте договоримся с вами о терминологии. Терминология следующая, что если вы будете получать бонусы раз в неделю, то можно сказать о том, что вам идет начисление. Я сейчас буду говорить про серебряные сертификаты. Вам идет начисление 8,1% от тела покупки в неделю. А зачисление в данном случае идет раз в неделю. Понимаете, да? Если же вы выбираете периодичность, изменить, например, раз в 3 месяца, то здесь будет ситуация выглядеть в следующем разу, что вам будет идти начисление уже 10% от тела покупки в неделю. А вот зачисление будет приходить раз в 3 месяца разовой сумкой. Понятно, как это работает? Да. Теперь так. На сегодняшний день у нас проходит акция также по сегодняшней перемене, да? Включительно. Проходит акция на повышенный процент смертной периодичности, исключительно по серебряному сертификату. В данном случае раз в год 15, раз в месяц 9. С завтрашнего дня будет раз в год 12, раз в месяц 8. Даже меньше, чем сегодня неделю. Ладно, хорошо, потом я приведу его пример. Это у меня так помощник ошибся. Окей, и дальше давайте рассмотрим парочку вариантов, как это работает. Я уверен, у вас здесь должны появиться вопросы. Самый первый вопрос – это как часто, по идее, эту периодичность можно менять. Да, это актуальный вопрос? Да. Формально эту периодичность можно менять бесконечное количество раз. По сути, вы можете изменить, выбрать себе периодичность как при покупке, так и можете изменить ее на дистанции. Понятно, да? Теперь так, давайте рассмотрим несколько вариантов. Пример номер один. Я буду говорить про серебряный сертификат, допустим. На сегодняшний день я себе покупаю сертификат и ничего себе не меняю при покупке. Соответственно, первый бонус я должен получить когда? Через неделю, да. Я получаю первый бонус через неделю, на второй получаю второй, а потом, например, через две недели я хочу себе поменять на вас три месяца. Соответственно, следующий бонус я получу когда? Через три месяца, да, но разовой суммой так, как будто бы все эти три месяца я бы получал в неделю по десять. Отлично. И, хорошо, здесь есть. Что я могу сделать? Если во время этого периода я себе хочу изменить обратно, хочу перейти раз в неделю, да, вот какая-то мне обиженная собака укусила, я снова хочу перейти на раз в неделю. Я в данном случае могу оставить заявку, и как только мне придет моя выплата, она сразу же будет рассмотрена, если таковая была оставлена, да, я вам показывал в разделе «Мои покупки», там меняете. Если таковая была оставлена, она сразу же будет рассмотрена, и мне будет переведено на то, что я выбрал. Если я никакой заявки не оставлял, то после того, как я получу свой бонус, следующий снова получу через три месяца. Понятно, да? Прыгать вы можете как угодно. Месяц, полгода, неделя, полгода, три. И, пожалуйста, ваш выбор. Понятно, да? Скакать можете как угодно. Теперь вариант номер два. Я все так же себе покупаю сертификацию, я все так же, о, а вот этот неудачник пришел. Я вам сейчас расскажу, почему. Я все так же себе понимаю, покупаю раз в неделю. И, смотрите, я первый бонус, ну, ничего не меняю при покупке. Первый бонус получу когда? Через неделю. Второй тоже через неделю, а потом меняю на раз в три месяца. Соответственно, следующий получу через три месяца. А потом, например, хочу поменять на раз в неделю снова. Но к тому моменту у нас раз в неделю будет 6%. Сколько же я буду получать? Нет, я буду получить столько, сколько было на момент в Майкоп. И даже если у нас будет тогда три, например, я буду получить 8,1. Потому что когда я купил, было 8,1. Понятно, да? Теперь вариант номер два. Я получаю сегодня, я себе покупаю сегодня сертификат. Ничего не меняю себе при покупке. Получаю на следующей неделе 8,1. Через неделю 8,1. А потом у нас послезавтра заканчивается акция. У нас, как я говорил, будет раз в месяц 8, да? А раз в год 12. Получается раз в три месяца будет 9. Так вот, если я захочу поменять на раз в три месяца, послезавтра, то я поменяю, сколько я буду получать в неделю? 10. Сколько? 10, потому что так было на момент моей покупки. Понятно, да? И даже если у нас тогда будет 9. И теперь это тот пример, о котором я говорил. Мой помощник, Владислав, по акции. Просто я, например, не знаю, когда у нас какая акция. Когда будет меньше, когда больше, когда какая. Поэтому он себе купил сертификат на 400 долларов. Он себе купил под 7 и 4 в неделю. Под 7 и 4 в неделю, а потом, когда было... Он просто не понял до конца, как это работает. И подумал, что если поменять себя на раз в месяц, то будет получать по 9. Поменял на раз в месяц, а тогда не было у нас акций. И получать 8. То есть 8 в месяц. В общем-то он получает меньше, да? Чем тот, кто сейчас получает, например, в неделю. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Ну, не знаете, не портануло, не повезло, да? Вот. Ну, понятно, как это работает. Есть. И давайте рассмотрим другой пример с вами. Уже третий. Во-первых, последнее, что скажу. Понятно, что раз в год нужно ставить один раз. Только при покушке. И потом не выбрать раз в год на дистанции не получится. Не изменить. Потому что, пример номер три. Я себе покупаю сертификат все так же. Раз в неделю, да? Получаю первый полгода через неделю, второй получаю через две. И вот через две хочу поднять на раз в полгода. Следующий выплат я получу когда? Через полгода. Полгода это 26 недель, поскольку год это 52. И вот через полгода что будет дальше, если до конца моих выплат остается 24 недели? Первые две получил в самом начале. Понимаете, да? Поэтому, понимаете ситуацию, да, какая? До конца моих выплат меньше, чем полгода. 24 недели осталось. Первые две я получил в начале. Поэтому, если вы попадаете в такую ситуацию, я прекрасно понимаю, что сам никто из вас из нас ничего менять не будет. Я бы с тобой, если бы раз в неделю по 15 получил, да? Поэтому, если вы сами попадаете в такую ситуацию, никакой заявки оставленного не было на какую-либо смену, то система автоматически переведет ваши выплаты на раз в три месяца, потом раз в месяц и оставшиеся две выплаты вы получите раз в неделю. Понятно, да? И вроде бы все возможные вопросы мы рассмотрели. здесь. Можем идти дальше. Здесь мы приходим к нашему следующему слайду. И отчасти я уже об этом говорил тогда, когда мы переговорили с вами о точке рентабельности. И здесь не стоит добавить лишь то, что в жизни так работает всегда. Кто быстрее всех принимает решения, тот, как показывает практика, чаще других идет дорогие на дыхе. Поэтому не теряйте времени и мне больше даже здесь добавить нечего. Мы переходим к рубрике «Фак». Ну, чтобы вы понимали, это «Фаст Танцвэк Кэшнс» или «Вопросы вверх» или рубрика «Чамо». Поэтому к этому моменту все, кто здесь присутствует, и все вопросы, какие у кого накопились, были, пока что нет, вечера и так дальше, давайте это обсуждать. Обсуждать. Поднимайте руку или я буду отвечать на вопрос. «Фаст Танцвэк Кэшнс» или «Фаст Танцвэк Кэшнс» или «Фаст Танцвэк Кэшнс» «Да». Ну, у меня не совсем язва. Насчет ведра серебра как-то меня запечатлило. То есть, когда мы уже получаем, если мы вкладываем 100 тысяч, да, получаем, как говорите, ведро серебра, в итоге часть мы оставляем себе что-то себе. Подадайте. И скижали за сереброй, что с ними делать? Если ломбард, понятно, это невыгодно, вот ваш вариант, что делать с такой силой серебра? В вашем случае. У вас есть два варианта ломбард или OLX вам в помощь. Как бы, ну, подарите кому-то его. Выбрать через инстаграм. Это ваш выбор. Я… Понятно. Вдруг еще есть какие-то идеи. Да и сам в идее вообще. Вдруг можно поменять на себя. Нет, эта женщина поняла. Да, я ж думаю… А про реинвест, вы поняли, что есть способ номер два, реинвестировать? Да. Вот это вы поняли? Да, остальное. Она говорит, что делать, если я все же решила забрать. Я правильно вас понял? Вы спросите вопрос, что делать с серебром, если я все же решил его забрать? Нет. Да, 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 да. Да что хотите? То есть, его можно все оставить? Можно оставить, и мы поменяем вам сертификат. Не только 20%, который вы выбрали, а все 100% этого серебра. Да вы… Конечно, это наше условие, да. Вы либо забираете все 100, либо не забираете ни одного. Но свой сертификат, который у вас был, в данном случае 100 тысяч, например, как я приводил пример, мы вам меняем на 20% от предыдущего сертификата. И вы… Это 20 тысяч. И вы на новый сертификат, который вы не покупали. Да. Мы просто его поменяли. Но вы на него начинаете бонусы получать. 52 раза в год. Понимаете? И на предложение более выгодно, чем лампад. Что еще не меняется золото? Допустим, процентов 20 забрать, 8 же достать? Нет. Или 50 на 50? Нет. Даже 99,9 на 0,01. Это же самое. Что? Золото на лист. Смотрите, вы когда золото просто отобраете, и все-таки других вариантов нет. Если вы задаете вопрос, будет ли вам возвращать кто-то сдачи с вашим сертификатом в нее? Нет. Так работают везде все сертификаты. В программе купили сертификаты 5 тысяч, выбрали тюрьки, которые стоят 3. Не захотели добрать что-то еще? Две сгорели. Вам никто две штуки наломо возвращать не будет. То есть, хотите, добирайте крема, туши. То, о чем я говорил. Если вы нашли изделие, которое стоит, например, у вас сертификат 10, а вы нашли изделие, которое стоит 14. Четыре доплатили. И на эти четыре вы, как на изделие, начинаете получить бонусы. На четыре. Как на изделие в данном случае. Понятно, да? Разницу никто никакой не возвращает. Добирайте, доплачивайте, как угодно. Так везде все. Например. Ну да, например. То есть, есть либо инвестировать, я уже сказал, да, поменять свой сертификат на 20% от предыдущего и получить бонусы на него. Либо же забрать. И еще добавлю тогда здесь, поскольку вы об этом заговорили, у нас нет никаких рамок по поводу реинвеста. Сертификат на 100 000 поменяем получается на 20, 50 на 10, 20 на 4, 10 на 2 и минимальный порог для реинвеста сертификат на 5 000 поменяем спустя год на одну. Понятно? Хорошо.